Жир зло В последующем я правильно стал подбирать количество жиров, белков, углеводов Десятки диет, изнурительные тренировки и разгрузочные дни Такая жизнь была у Глеба раньше Теперь три тренировки в неделю, семь приемов пищи в день и даже сладкие батончики Жиры – это крепость наших сосудов, это состояние нашей кожи, волос, эластичность сосудов И в общем наше настроение даже Но этого недостаточно, потому что мы не только состоим из того, что мы едим Но за тонус наших мышц, за качество, за рельеф тела отвечает, конечно же, и физическая нагрузка За четыре с половиной месяца Глеб скинул 18 килограммов При этом не пробежал на дорожке больше пяти километров Секрет прост Приходя в зал, вы в топку энергообмена будете пускать не избыточные углеводы, которые вы потребляли А именно те накопленные балластовые жиры, которые будут выходить с энергией в ваших интенсивных, классных, выстроенных тренировках Масло, сыр и молоко с процентной жирностью 3,2 не означают, что вам грозит ожирение Жиры – это один из важных источников питания, поскольку в зимних холодах жиры выполняют функцию терморегуляции Жиры являются матрицей для всех основных анаболических гормонов Такие гормоны, как мужской гормон тестостерон, женский гормон пролоктин, а также главный анаболический гормон инсулин Они имеют жировой основу Поэтому жиры нельзя исключать из меню даже тем, кто худеет Вопрос в том, где же он – источник правильных и полезных липидов Не стоит бояться жиров Главное разобраться, какие жиры полезные, какие у нас менее полезные Самые неполезные жиры – это трансжиры Организм просто не сможет их расщепить для глицерина и жирной кислоты Трансжиры потребляются в основном – это все кетчупы, майонезы, а также, когда идет долгая жарка на определенной температуре Необходимые нам жиры содержатся не только в оливковом и льняном масле, но и в орехах и, например, в авокадо Скумбрия, сельдь и анчоусы – тоже источник полезных липидов И даже те продукты, которые принято считать вредными, в правильном количестве принесут пользу организму Сливочного масла бояться не стоит, но поймите, что у вас должна быть норма по насыщенным жирам в течение суток Если вы в день употребляете и сливочное масло, и сыр, и мясо, и молочную продукцию То вы можете смело просто переборщить с нормой по насыщенным жирам и организм не скажет вам спасибо за это Врачи разрешают накомиться даже самым Если продукт выращен в правильных условиях и не стал накопителем токсинов, то 10-20 граммов в день будут даже полезны Пользуйтесь новыми технологиями Для того, чтобы рассчитать суточную норму калорий, достаточно установить приложение на телефон, либо сделать это онлайн в интернете Поэтому отказываться от яичницы или от бутербродов с маслом и сыром не стоит Организм вам за это поставит жирный плюс Антонина Шитова, Андрей Псом, Утро нового дня